Добрый день, господа! Здесь представлена технологическая цепочка выращивания абрикосов из косточек до полного дерева. Прокаливайте песок на газовой плите до полной сухости данного субстракта. Выбираем пластиковые емкости, может быть и стеклянные, любой консистенции, главное, чтобы они были гигиеничны. И обязательно, чтобы у них была плотно закрывающаяся крышка. Косточки перемешиваем с песком так, чтобы они не соприкасались. Вот на фотографии примерно такая фракция получается. И помещаем это в холодильник, в нулевую камеру. У кого камеры нет, следите за температурой, что не превышало плюс 5 градусов Цельсия. Каждую декаду открываем крышки и проверяем контейнер на появление плесени. Если такая и появилась, то смываем ее слабым раствором марганцовки. И, конечно же, все контейнеры маркируем. Отдельно ведем журнал-дневник. Информация самая ценная, как и энергия. В начале апреля с появлением первых ростков корней выносим данные баночки в закрытую беседку. С тем расчетом, чтобы они могли адаптировать. Это выдерживаем мы, к примеру, неделю. Подготовка грунта для рассады абрикосов чрезвычайно важна. Мы собираем все холмики кротов. Это самая лучшая земля у нас в саду. Крот-мясоед и его производство в кавычках дает нам приятную, удобную, легкую, воздушную фракцию земли. Которую, кстати, не надо просеивать для будущих саженцев. Два ведра от крота и качественная земля обязательно тут посеять. Одно ведро перегноя или торфа. Один литр перлита и одно ведро песка. Песка желательно речного. Все это тщательно перемешать. Готовая фракция грунта загружается в палеты 2 на 2 и на 9. Чем глубже сама палета, тем лучше. К сожалению, на российском рынке я ничего не нашел хороших, кроме 9-сантиметровых. Искал 13-15, как выпускают в Украине, в Голландии, в развитых странах. Увы, к сожалению, российский рынок неблагополучен. Место расположения палет должно быть солнечным. Но обязательно закрыто плотной тканью для проразрастания сорной травы. Имейте в виду, что фирменные марки лутороксила или геоткани пропускают влагу только в одну сторону. Поэтому смотрите на маркеры, чтобы не превратить свою школку в болото. Вода должна уходить в грунт, а не наоборот оставаться в водяной линзе. А наоборот у вас может прорастать трава, которой нам, к сожалению, совершенно не нужно. 5-10 апреля, но это Подмосковье, Подмосковный район, высаживаем косточки. Чуть придавливаем их в грунт, но не заглубляем. Сверху наносим 1 см речного песка. Сверху закрываем лутороксилом, не пленкой, конечно, и умеренно поливаем по поверху. За 10-12 дней появляются первые всходы абрикосиков. Абрикосы не вносят заглублений при посадке, но косточки просыпаются не все сразу. Некоторые спят до 2-го и даже 3-го года. Некоторые растут, однако, так быстро, что сразу их надо пересаживать в 2-х или 3-х литровые контейнеры. Перлит сам по себе прекрасный продукт, который удерживает влагу, создаёт идеальную влажность, не позволяя загнивать корням, тем более, если у вас неглубокие палеты. Здесь наступает ещё одна опасность – защита от какоминоза и менялёза. Не пожалейте времени, уничтожайте скором. Это им препарат спора грибов, который носится миллиардами в атмосфере сада. Саженцы растут дружно и очень быстро. Кажется, вот он успех, вот он удача. Но новый враг подкрадывается к нам из кустов. Видите вот эти явки? Это работа ночью мышей. Эти бестии косточки съедают, только покажи. Для них это любимое лакомство. В прошлом году у нас такого безобразия не было, но год на год не приходится. К сожалению, пришлось констатировать, что часть урожая потеряли. Но прямо беда. Я пробовал яд и махорку, и даже применил убойное. Отличное средство – мазь Вишневского. Она вонючая. В доме от неё мыши слиняли просто так. Просто красота. Но здесь что-то не сработало. Мы закрыли двойным лотароксилом, и опять неудача. Мыши опять проедают эти ткани, вытаскивают зёрнышки, и, к сожалению, опять мы теряем урожай. Тогда мы палеты поставили на пластиковые столы. И это помогло. К сожалению, фото я не нашёл на столе. А вот месячные абрикосы в контейнерах вам представляю здесь. Очень важна правильная пропорция грунта и, конечно, размер контейнера. Как я уже говорил, чем больше земля, тем крупнее саженец. Невзошедшие косточки абрикосов мы оставили в палетах. Я замотал их сетью от корота и оставил зимовать, сняв со столов. Столы вы видите дальше. В результате косточки, надеюсь, будут себя чувствовать удобно. Снега в этом году достаточно. И сообщу о результатах зимовки наших косточек в следующем видео. Хочу сообщить, что абрикос обладает невероятной силой роста. Как само дерево, в открытом грунте за год он вырастает на 1,5-2 метра. Это не сказка. Но самое важное, это корень. Его ни в коем случае нельзя трогать, тем более обламывать. А длина у него приблизится тоже к 2 метрам. Понимаете, когда вы выкапываете дерево лопатой, то нарушается корень. Естественно, дерево будет болеть. Поэтому по этой причине выращиваем саженцы в большие контейнеры. Ну а если вы будете копать лопатой из открытого грунта, то, к сожалению, выброшены деньги. И ваш труд будет полностью бездарным. Господа, буду рад ответить на ваши вопросы и пожелания. Подписывайтесь на наш канал ТОП САД. Ну и если хотите, можете привезти саженцы абрикосов, винограда, шелковица, семейных яблонь, груш. В нашем питомнике очень много оригинальных, необычных растений. Удачи на даче, господа сада и огорода. С вами был Владимир Саморозский.